Красивейший полуостров, я это утверждаю, поскольку имел счастье там побывать, хотя очень непродолжительно, с трех сторон окружен водами Тихого океана, Берин и Белоховского морей, обладает уникальными природными ландшафтами. Поэтому закономерно, что сфера туризма становится мощным локомотивом в деле развития всего края, поток гостей с каждым годом растет, превращая Камчатку в крупный международный туристический центр. Природные достопримечательности, такие как вулканы Камчатки, вошли в список самых посещаемых объектов всеверного наследия ЮНЕСКО. Камчатка бессменный лидер в России по добыче и переработке биоресурсов, и на выставке, которая развернута здесь в залах, вы могли в этом убедиться. И убежден, что экспортной специализацией края могло бы стать внедрением развития биотехнологий при производстве востребованных продуктов, такие как коллаген, олега-3. Здесь уже видны результаты этих инвестиций и этой деятельности энтузиастов-предпринимателей. Я признаюсь, сегодня был действительно удивлен этим стендом, где показывал российский препарат, который произведен из дикого камчатского лосося. Поэтому вот как раз импортозамещение – ярчайший пример в одной из самых востребованных сфер нашей жизни, в сфере здравоохранения, укрепления здоровья, профилактики. Значительные экономические инвестиционные возможности появляются у Камчатки с развитием северного морского пути. Здесь тоже в зале при входе на эту презентацию есть карта, которая подробно показывает соответствующую перспективу. И у региона, конечно, есть все шансы стать транспортно-логистическим хабом и в перспективе существенно нарастить внешнеэкономические сотрудничества странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы говорили с Владимиром Игоревичем сегодня, что интерес и в туристической, и в экономической составляющей, и в природоохранной составляющей налицо со стороны соседей Камчатки, причем соседей в самом широком географическом площади, включая страны Юго-Восточной Азии. И, конечно, мы радуемся, что руководство края уделяет настоянное внимание наращиванию международных обминов. Я уже утроминал Юго-Восточную Азию, речь идет в целом об Азиатско-Тихоокеанском регионе, но значительный рост объема тамчатского экспорта мы наблюдаем у страны СНГ, прежде всего в Беларусь, но также и в Казахстан, Киркезию, Армению. И такая тенденция оптимально вкладывается в русло общих усилий, которые мы по указаниям президента, и в том числе в соответствии с новой внешнеполитической концепцией, предпринимаем по укреплению связей с дружескими государствами всего глобального юга, которые составляют, как мы все знаем, мировое большинство. Наше министерство будет и далее поддерживать нацепенность руководства края, лично губернатора Владимира Часова на поиск новых перспективных зарубежных партнеров и продолжим ориентировать наше загранное историческое посольство, генеральное консульство на то, чтобы оказывать краю все необходимое содействие в интересах раскрытия его масштабного, экономического, рекреационного, природоохранного потенциала.